Для этих малышей это чуть ли не первый утренник в их жизни. Каждому чуть больше годика и мало кто умеет еще говорить. Поэтому пока праздник без традиционных песен и стихов. Зато с музыкой, танцами, конечно, нарядными костюмами. Мы с тобой, мы с тобой, шлем, 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 шлем. В зрительном зале любимые мамочки. Некоторые педагоги придерживают сомнения, что утренники в ясельных группах нужно проводить, что называется, за закрытыми дверями, без родителей. Годовалые малыши сложно привыкают к коллективу. Увидев родное лицо, напрочь перестают слушаться педагогов. Так оно и есть. Поэтому этим воспитателям пришлось очень постараться, чтобы все прошло без слез и истерик. Связь между мамой и ребенком очень сильная. Так устроена природа. И чтобы не разрушать эту связь, была устроена эта ясельная группа. Уникальный проект вместе с мамой Благодарительного фонда «Северстали» работает на базе Череповецкого дома ребенка. Мамы не оставляют детей на круглые сутки в доме ребенка. Мамы не отказываются от этих детей. Они утром приводят деток и вечером их забирают. Этим самым мы предотвращаем сиротство. Этим самым мы создаем возможность маме наладить свою личную жизнь. То есть она работает, заботится о ребенке. По статистике, ежегодно в Череповце несколько десятков женщин заявляют о своем желании отказаться от ребенка. С прошлого года у череповецких мам, попавших в трудную жизненную ситуацию, появилась совершенно другая перспектива. Буквально с трехмесячного возраста они могут отдать ребенка в специальные ясли при доме малютки. Елена – мама годовалого Сашеньки. Рассказала, что в эту группу сынишку водят с октября. Проект мне очень много дал. Первое – это возможность идти работать. Второе – это ребенок мой очень в хорошие руки попал. То есть и воспитатели, и нянечки, все его любят и помогают, обучают. В 2014 году в проекте помогли 41 маме. Их малыши после этой ясельной группы получили обычные путевки в детские сады. А значит, трудную жизненную ситуацию удалось разрешить. По мнению экспертов, проект вместе с мамой доказал, что он действительно стоит на защите детства. Поддерживают подобное начинание и в правительстве области. Чтобы общероссийские детские праздники были по-настоящему детскими, по решению губернатора Олега Кувшинникова, в регионе начал действовать сухой закон. Три дня в году. 1 июня – в День защиты детей, 27 июня – в День молодежи и 1 сентября – в День знаний. Никакой алкоголь в магазинах больше не продают.